В общем, сегодня мы не успели обсудить с Максимом то, что немецкие банки все-таки, наверное, в 2020 году смогут хранить криптовалюту. И это очень интересно, потому что за немецкими банками, так как это самая большая такая крупная экономика в Европе, последуют все остальные. А на европейскую, соответственно, регуляцию будут обращать внимание, в том числе и Украина, и Белоруссия, и другие страны. Поэтому, наверное, это больше плюс, чем минус. Вот сегодня Айван Антек об этом рассказывал. Так как у нас сегодня был в гостях заводил, это круто, мы там обсудили больше DeFi проекты, но мы не зацепили никак как раз вот эту историю по банкам, по банковскому сектору. То есть самое интересное, то что они смогут хранить крипту, я так понимаю, как кастоди сервисы, в том числе они будут открывать криптосчета. И это сразу же хорошо плюс для брокеров. То есть если в стране есть брокер, который, допустим, раньше позволял торговать на фондовых рынках, то теперь можно будет торговать не только на фондовых рынках, но и в том числе на криптовалютных рынках. Скорее всего, это будет так. Поэтому вот эта вот история с европейскими банками, она как минимум интересная. На это стоит обратить внимание. Будем тоже за этим следить. Поэтому вот такое вот короткое видео добавляем сегодня на канал Live. Мы будем теперь делать вот такие вот короткие включения. Вот есть какая-нибудь новость, мы ее просто вот так быстренько бросаем. Поэтому следим за европейским законодательством, что там будет интересненького. Ну и будем информировать вас вот в таком вот оперативном формате. Это как тест. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!